Приветствую вас. В силу тех сведений, которые описываются в вопросе, я не считаю возможным для себя полностью его зачитывать. Вот поэтому скажу в общем по ситуации. Вопрос задает мама ребенка, у которого есть некоторые проблемы. В частности, ребенок учится в коррекционной школе. Ребенок имеет, скажем так, некоторые претензии к отчиму, с которым живут она и автор вопроса. Претензии эти довольно серьезные. Но самое главное, что они не соответствуют действительности. По мнению автора вопрос. Автор вопрос в общем-то совершенно однозначно говорит о том, что претензии ничем не подкреплены. По словам автора вопроса, значит, сошлась с мужем, когда дочери было 3 года, потом родила второго ребенка. И Оксана спрашивает, может быть это месть? Дело в том, что муж, то есть отчим ведет себя достаточно строго с ребенком. Запрещает гулять, запрещает с мальчиками встречаться, запрещает сидеть в интернете. И соответственно автор вопрос спрашивает о том, не может ли это быть местью. Ну, а то, что касается того, чем это может быть, чем это не может быть, это мне кажется больше эфиры погадать. И так мы совершенно точно никуда не придем. Вот. Надеюсь, что, ну как минимум надеюсь, что вы это понимаете. Вот. Поэтому гадать о том, что такое мистеринь или что-то другое, ну, на мой взгляд, никакого смысла не имеет. Другой вопрос, что дочь действительно таким образом, судя по сути, пытается привлечь к себе внимание, да, и в общем и целом, как мне кажется, у нее это получается. То есть как минимум, как минимум по ее состоянию, да, вы обратились уже, значит, к нам. Что в этом смысле говорит о том, что, ну, у нее получилось, вот, у нее получилось обратиться на себя внимание. Вот. Другой вопрос, что, откуда и почему у нее, собственно, такая вот потребность, да, потребность во, ну, потребность во внимание, да, вот, могла, ну, могла появиться, вот. То есть, с чем это, с чем это, с чем это в принципе может быть связано, что у нее, вот, такая потребность, а, ну, может иметь место быть, вот. И, конечно, ответ, как мне кажется, здесь может заключаться в том, что излишняя строгость, некоторый заряд тревожности и, ну, может быть, обиды, связанные с разводом. То есть, ну, очень часто бывает такая история, когда родители разводятся, да, и, соответственно, если развод прожит неполностью, если развод прожит неверно, да, вот, то в данном случае какие-то остаточные явления, да, могут, вот, влиять на ребёнка, вот, поскольку он, там, сказать об этом она не может, вот, ну, в силу, скажем, скажем, скажем так, в силу ряда причин, да, она не может об этом сказать, что это выражается вот в такой, в такой, можно, ну, можно сказать, да, в такой агрессивной форме, вот. А что здесь кажется мне? Ну, во-первых, пожалуй, речь идёт о сдерживаемой агрессии как минимум. Вот. О, подавляемая агрессия, сдерживаемая агрессия, это первое. А второе, пожалуй, это потребность во внимании, потребность в том, чтобы, значит, ну, услышали человека, то есть человек хочет быть услышанным. Вот. И, значит, используя для этого обсессоры. Можно это списывать, конечно, и на другие некоторые желания, да, инверсированные, не совсем осознаваемые, но это уже слишком лично, не думаю, что здесь можно об этом говорить. Вот. Значит, интересно другое. Что в этой ситуации чувствуете вы, потому что мне показалось, что вы чувствуете вину, как будто бы. Это первое. Второе. Строгость воспитания, да, конечно, может быть. Вот. Но. Какое обоснование? То есть, почему нельзя гулять с мальчиками, почему нельзя сидеть в интернете? То есть, как бы, да, мы что-то, мы что-то отбираем у ребенка. И, возможно, ваш муж, ну, действительно считает, что там это вредно или неприемлемо, но здесь есть ряд нюансов. Ведь, значит, так отсекается значительная часть опыта, который может приобретать человек. Девочка в любом случае должна учиться быть женщиной и в любом случае приобретать навык общения с мужчинами. Если это будет сделано позже-позже, то, ну, ситуация может как бы ухочется. То есть, для чего запрет идет, не ясно, какую цель запрет последует, тоже не ясно. По крайней мере, мне, исходя из вашего текста. Дальше. Что-то запрещая, мы должны обязательно что-то страдовать. Если идет только запрет, но ничего не дают, то, соответственно, возникает ощущение, как бы, ну, неудовлетворенности и того, что меня обделяло. Дальше. Запрет очень часто ребенком может восприниматься, как что-то такое личное. То есть, вот, ну, допустим, мне запрещают, там, вот, гулять с мальчиком. Вот. И я думаю, что, блин, я плохая дочь. Я плохой человек. Я не достойна своих родителей. Я хуже, чем моя сестра, например. Или мой брат. Вот. То есть, тут вы пишите просто, что, по-моему, да, вы пишите, что просто родили второго ребенка. Непонятно, кто это. Брат или сестра. Вот. Ну, в любом случае, такая вот, такая вот штука. При этом, ну, то, что одинаковое отношение к детям, ну, не важно, потому что, я думаю, что ребенок понимает, что для отчима она все равно не родная. Вот. И, на мой взгляд, та стратегия, которую выбрал ваш муж, она не является подходящим вектором. Вот. Особенно учитывая некоторые нюансы развития ребенка. Вот. А, и в этом смысле вы кажете сидеть достаточно пассивной фигурой. Фигурой, которая не защищает свою дочь. Фигурой, которая не защищает интересы ребенка. Вот. Хотя, в принципе, 15 лет девочка может уже, в принципе, и сама это делать. Вот. Но, опять же, в силу особенностей, да, не совсем понятно, какие у нее реальные возможности для этого. И есть эти возможности. Вот. А, значит, опять же, вы говорите, что, вы говорите, что отношение одинаковое к, ну, к детям. Вот. Но я рискну, скажем так, предположить, что, вот, значит, ну, поскольку есть вот этот нюанс, нюанс того, что это очень, да, поскольку вот есть такой нюанс, то я рискну предположить, что возможно, только возможно, имеет место быть ревность. Со стороны вашего мужа, да, вот, ревность такая, знаете, ну, довольно, так скажем, скрытая, лапентная, вот. Вот. Которая проявляется, вот, в частности, в таком, ну, таком поведении, в таком, в таком подходе к, значит, ну, ребёнку. Вот. Вот. А, на мой взгляд, опять же, ничего хорошего из этого, ну, в принципе, быть не может, потому что ребёнок, ну, к этому будет относиться. Вот. Вот. И хочется избавиться, в общем-то, от, в общем-то, от человека, который, ну, по сути, мешает ей. Ну, вот, сложно, сложно объяснить ребёнку, да, тем более подростку, а тем более не имеющему, скажем так, хороших отношений с родителями, вот. Вот. Сложно объяснить ребёнку, почему, значит, она должна, там, ну, словно говоря, кого-то терпеть, да. Вот. Сложно это сделать. Сложно объяснить это. Поэтому, такой момент. А, что бы я рекомендовал сделать? Я бы рекомендовал, пожалуй, вот, в первую очередь, наверное, я бы рекомендовал вам, эм, ну, определиться, эм, как-то, эм, со своей позицией. Вот. То есть, какова моя позиция, здесь, что, что хочу я. Да, что хочу я, и, вот, что, как бы, ну, эм, ценно важно здесь, именно, для меня. Эм, какой у меня, эм, ну, скажем так, отношенников, смотри. Вот. Эм, ваша, эм, позиция, её, эм, скажем так, её активность, её, эм, чёткость, её, эм, её явность для вас, эм, для ребёнка, для вас, эм, для ребёнка. Вашего мужа, эм, является здесь одним из самых главных критериев. А если такого нет, то есть, если вам, ну, эм, как-то, эм, сложно, эм, формулировать для себя, эм, эм, приоритеты и прочее, то, будут, опять же, эм, появляться некоторые нюансы. Вот. Эм, ну, по типу, вот, тех нюансов, которые вы описываете. Вот. Я верю вам, эм, в то, что вы говорите, значит, по поводу мужа, да, я верю в то, что, эм, эм, претензии дочери могут быть обусловлены, эм, могут быть необоснованными, но, если, эм, ребёнок, эм, хочет, хочет, эм, ну, быть услышанным, да, если ребёнку, если ребёнку этого не хватает, то, эм, эм, фонарировать подобное, ну, наверное, было бы, было бы неправильно. Вот. Потому что, ну, всё-таки, ребёнок имеет, эм, право на то, чтобы, чтобы быть, как бы услышанным, ребёнок имеет право на то, чтобы, эм, ну, как-то вот, эм, эм, значит, ну, чувствовать себя комфортно, скажем так. Вот. И, если это не происходит, то, да, возникает такая вот ситуация. Барак, можно что-то себе напридумать, напридумать. Вот. Это, ну, не то, чтобы хорошо и здорово, да, но всё и всё. Вот. Поэтому, эм, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопросы. Вопрос, да, то есть, как себя вести, вести себя, исходя из ваших ценностей, вести себя, исходя из ваших, эм, приоритетов, исходя из ваших, эм, предпочтений и, исходя из того, из того, например, что вам кажется, ну, правильно, да, то есть, эм, ну чё, обязательно, эм, обязательно, эм, 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 постараться донести им, эм, такой важный момент, что запрещать, эм, что-либо ребёнку можно, вот, но демонстрировать то, что всё равно его любят, эм, демонстрировать то, что всё равно он важен, и демонстрировать то, что он, эм, он всё равно много значит, и, например, что, то, что делается, это делается, эм, там, ну, грубо говоря, для него, да, для его какого-то блага, и что его любят, вот самое главное, необходимое. Эм, эм, тотальный уход в, эм, только, эм, значит, в только запреты, эм, не даёт вообще ничего, эм, и, приводит только, вот, к, эм, эм, негативным последствиям в виде того, что вы пишете, то есть это вот, ну, по сути-то, эм, что это такое, по сути, то, что вы описываете, это агрессия, по сути, вот. И, соответственно, ребёнок ищет возможность, эм, ну, агрессию, эм, как-то выразит, да, и, вот, выражает её, ну, вот, эм, таким вот, значит, эм, способом, вот, как им может, как, как им, как им умеет. Не задумываясь при этом о том, хорошо ли это, плохо, или плохо. Вот. Эм, в этих ситуациях, эм, в таких ситуациях, эм, часто бывает, эм, идеализация родителей, которого нет рядом, то есть отца. Эм, если не, эм, поддерживается, например, с ним контакт, 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 я имею в виду, эм, соцом, да, если нет, эм, нет контакта, соцом. И если, вот, очень, эм, ну, в данном случае ведёт себя, эм, ведёт себя, эм, откровенно, как, как-то, вот, ну, деструктивно. Вот, эм, значит, и, соответственно, происходит, эм, эм, переключение на, эм, другого родителя, которого рядом нет. Ага, используется, эм, значит, эм, ну, используется, эм, эм, факт того, эм, что, эм, что родители нет. Эм, используется, эм, факт того, что я сам могу, эм, значит, ну, придумать, да, эм, то, какой, у меня, эм, родитель, да, я могу сам это сделать, эм, потому что, эм, ну, его, его же ведь, эм, нет, и, поэтому я могу сам, как хочу, как, 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 как могу, да, эм, ну, представить, оставлять, эм, его себе, вот, ну, и отсюда идёт, эм, идёт, эм, идёт, эм, соответственно, эм, такое желание, да, ну, что, быть ближе к отцу и, эм, избавиться от отчего, вот. Эм, кроме того, эм, то, что, эм, мне, например, кажется наиболее, эм, наиболее вероятным, это, то, что, таким образом, дочь просто, эм, показывает, эм, значит, ну, как бы, отдаёт, эм, тот, тот, эм, тот заряд, эм, агрессии, который, ну, вероятно, чувствует от, от отчим, эм, то есть, ей кажется, что, эм, отчим к ней, ну, по отношению к ней, эм, ведёт себя агрессивно, эм, вот, ей так кажется, повторюсь, не означает, что, что-то так, на самом деле, ну, вот, ей так кажется, вот, и она отвечает, соответственно, эм, ну, вот, таким, эм, способом, вот, а, другой вопрос, конечно, здесь, эм, заключается в том, откуда она, в смысле, ваша дочь, знает вообще о том, что, эм, такое есть, ну, вот, такая тематика, да, откуда она знает, что это есть вообще. Вот это мне, конечно, показано странно, потому что в, эм, условиях, эм, скажем так, эм, некого, некого изоляционного, эм, эм, некой изоляционной, скажем так, позиции, в которой находится ваш ребёнок. Ну, эм, довольно странно выглядит, что она знает об этом, знает о том, что бывает такое, такого, вот, что говорит о том, о том, что, вероятно, вы, вы её недооцениваете. То есть, ну, вы как-то вот привыкли, да, что она, там, ну, не знаю, что она там чего-то не знает, эм, чего-то не знает, да, что она там чего-то не умеет, что она там, эм, ну, значит, ну, как-то вот себя ведёт, да, ну, не совсем, эм, понятно, да, и так далее. Вот, вот, может быть, вы, эм, просто уже перестали замечать, что ваш ребёнок, он, ну, скажем так, ам, ну, более, может быть, взрослее, чем, чем, чем вы привыкли думать о нём, вот. Я, конечно, не знаю, опять же повторюсь, т.е. я не знаю, как обстоят дела, вот, но такой вариант я бы не исключал, не сбрасывал, вот, полностью сосчитал, потому что возможно всё, в данном случае, вот. Также, последнее, что хотел сказать, это то, что было поведение. Ребёнку может быть результатом, значит, следствием того, какие отношения между вами и вашим мужем имеют место быть. Вот. Т.е. если отношения не очень хорошие, то ребёнок, соответственно, будет демонстрировать такое поведение. На этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать носовую работу, желаю вам всего самого доброго, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok